Вот и открылась тайна гибели первой красавицы советского кино. Она была одной из самых красивых и востребованных актрис 50-х-60-х годов. Ее обожали зрители и предлагали роли многие режиссеры. Но в 70-х она вдруг исчезла с экранов, а в 88-м году ее обнаружили на полу собственной квартиры без признаков жизни. Что явилось причиной ее ухода, до сих пор точно сказать не может никто. Трагическая история взлета и падения актрисы Кюнна Игнатовой. Актриса с необычным именем дебютировала в кино в 1955 году, сыграв главную роль в фильме «Ляна». Успех был феноменальным. Игнатовой восхищался весь Советский Союз. Девушке приходили мешки писем от поклонников, но сама она вышла замуж за актера Вячеслава Соколова, родила сына. Правда, браку не суждено было быть долгим. На съемках своего второго в жизни фильма она встретила мужчину, в которого страстно влюбилась. Избранником Кюнна стал знаменитый в то время актер Владимир Белокуров. Он был старше Игнатовой более чем на 30 лет, но это не имело для Кюна никакого значения. Вскоре Игнатова ушла от мужа, а в 1961 году стала супругой Белокурова. Совпадение или нет, но после второго замужества карьера актрисы пошла на спад. Сниматься она стала гораздо реже, режиссеры уже не предлагали множество ролей. Да еще пошли слухи о пристрастии Игнатовой к алкоголю. Кстати, поговаривали, что к спиртному женщину приучил Белокуров. Он же способствовал тому, чтобы Кюна оставалась в тени, ревновал ее к успеху и боялся, что она затмит его популярность. В браке с Белокуровым Кюна прожила 9 лет, а затем ушла от супруга к молодому актеру Александру Дику, который был всего лишь на 9 лет старше ее сына. Брак Игнатовой и Дика продлился 17 лет, несмотря на то, что у третьей супруга сына актрисы часто конфликтовали. От былой славы Игнатовой не осталось и следа. С начала 70-х годов она не появлялась на экране, а в театре ей предлагали лишь эпизодические роли. Актерский талант Кюна реализовать так и не сумела. В феврале 1988 года Игнатову обнаружили бессознание на полу собственной квартиры. По одной из версий, нашли актрису и ее коллеги по театру. Кюна пропустила репетицию. Согласно другим сведениям, супругу обнаружил Александр Дик, вернувшийся домой с гастролей. Актриса еще была жива. Скончалась Кюна Игнатова через двое суток в больнице. Доктора указали причину острой сердечной недостаточности кровоизлияния в мозг. Высказывались различные предположения, что могло стать причиной этого кровоизлияния, вплоть до версии, что Кюна решила свестись счетую с жизнью. Однако сын Игнатова отверг это предположение, заявив, что у матери не было для этого причин. Также не нашла подтверждение версии о том, что Кюна находилась в состоянии алкогольного опьянения, не смогла удержаться на ногах и упала, сильно ударившись головой. Принято считать, что актрисе внезапно стало плохо, она упала и потеряла сознание. Принято считать, что у матери не было для этого причин.